Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики в студии Нина Гуринова. Сегодня в выпуске. Рост цен на бензин по итогам года не должен превысить инфляцию. Чем опасен социально ориентированный бюджет Татарстана? В Казани разработаны типовые вывески для бизнеса. В Казани самый дешевый бензин в Поволжье. Это данные Росстата на 19 сентября. В столице Татарстана средняя стоимость литра самого ходового 92-го бензина составляет 34 рубля. Следом за Казани идут Самары и Чебоксары, где эта марка топлива стоит дороже всего на 8 и 16 копеек соответственно. А самый дорогой 92-й бензин в ПФО в Кирове и Ижевске более 36 рублей за литр. Что же касается топлива марки АИ-95, то в Казани его средняя стоимость сейчас 36 рублей 80 копеек. К сравнению, в других городах по Волжье цена на 95-й бензин выше 37 рублей. А самый дорогой этот вид топлива в Оренбурге 38-90 за литр. Кроме того, по данным Росстата, в Казани зафиксированы самые низкие цены на дизельное топливо в ПФО. Литр сегодня стоит 33 рубля 60 копеек. Следом идут Ульяновск и Самара, где дизель на 6 копеек дороже. А самые высокие цены на дизельное топливо в Поволжье отмечены в Ижевске. 34 рубля 24 копейки, что более чем на 2,5 рубля дороже, чем в Казани. Напомним, бензин и дизель на ЗС в Татарстане начали дешеветь в начале сентября. В итоге цены упали в среднем на 60 копеек. Владельцы автозаправок решили снизить тарифы после рекомендации рабочей группы по мониторингу цен на моторное топливо в Республике. Если бы не было постоянной вот такой проводимой работы в Республике, мы могли бы иметь другие цены. Это же бизнес, это зависит от оптовых цен. Как будет рынок развиваться, как будет заправка, или понижаться, или повышаться. Мы покупаем у производителей, ставим на цену, плюс рыночная ситуация. Есть крупные игроки, которые выставляют цены, а кто вокруг них, ну, имеет возможность чуть-чуть дороже, чуть-чуть дешевле продавать. На сегодняшний день ситуация стабильная, я вот так могу сказать. И очень хорошо, что в Республике самое дешевое топливо. Понятно, что каждый заправщик хочет зарабатывать побольше. Ну, так сложилось в рыночной ситуации, что на сегодняшний день цены у нас вот такие. Отметим, что антимонопольщики страны называют нынешние ситуации на топливном рынке вполне благоприятные. Рост цен на бензин и дизель по итогам этого года прогнозируется в пределах инфляции. Бюджет Татарстана на следующий год будет по-прежнему социально ориентированным. 70% расходов планируется направить на социалку. То есть власти республики тратят большую часть казны на улучшение жизни татарстанцев. Но, по мнению ряда экспертов, социально направленный бюджет – это тревожный знак. Властям приходится затыкать социальные дыры. Это хорошо сиюминутно, потому что мы не даем жителям республики почувствовать всю остроту кризиса, который переживает страна. Что-то, грубо говоря, упрощенно говоря, подкармливаем людей через разные какие-то системы. Но если оценивать ситуацию в терминах здоровой экономики, то 70% расходной части на социальные нужды – это, конечно, очень много. Это ненормально. Это означает, что сокращаются возможности для инвестирования в основной капитал, для развития инфраструктуры, для развития производственных мощностей. То есть для будущих доходов. Казанские власти значительно упростят процедуру согласования наружных вывесок. Об этом просили сами предприниматели, так как зачастую у них нет времени заниматься данными вопросами. В итоге разработаны типовые вывески для бизнеса. Всего представлено 60 вариантов дизайна на русском, татарском, английском языках, а также пиктограммы. Бизнесменам предложено на выбор несколько типов шрифтов, способов подсветки, несколько цветов и их комбинации. Отдельно дизайнерские решения предусмотрены и для исторической части города. Вскоре в Казани планируется внедрить электронный калькулятор рекламных вывесок. С помощью него предприниматели смогут выбрать типовой вариант вывески, а также сформировать паспорт на ее размещение. Данный документ в электронном виде будет автоматически отправлен на согласование. Когда городская власть показывает тот стандарт, который должен быть, и на 90% все расписано уже заранее, им легче это проходить процедуру, вам легче это согласовывать. Это были новости экономики. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok